Друзья, если вдруг вам нужно уехать из Польши обратно, заполняйте вот такую вот анкетку, и вам дается 24 часа на транзит. Вы подписывайтесь, измеряете температуру, вы должны покинуть за 24 часа. Мы находимся в Бресте, и сейчас пойдем в Брестскую крепость. До поезда еще осталось 3,5 часа. Мы едем из Бреста в Минск, из Минска в Москву. Самолеты сейчас не летают. От Варшавы до этого города всего лишь чуть больше 300 километров. Цена за билет 20 долларов. А мы в Бресте, здесь все чисто, дороги чистые. Не увидел пока ни одного бычка и ни одного фанти. У вас же здесь все без масок ходят, да? Да. И все нормально, да? Да, поначалу как-то маска ходили. Итак, друзья, мы на вокзале в Бресте. Едем в Минск, и из Минска на автобусе. Здесь есть вариант уехать ночью, в час ночи, в 6 утра, в 6.28. То есть три поезда. И последние 8.09. И потом после обеда в 14.30. 14.30 и 15.26. Ну и уже чуть позже, это уже вечером. Тут, друзья, помнят радио в этих поездах, когда ты можешь увеличить громкость и отсюда играет какая-нибудь советская песня. Ну, я не мог не оставить туалет без внимания. Все там всегда. Педаль для спуска воды. Улица из дырки. Такие сенсоры. Это все на кранах. Кран один. Из второго ничего не течет. Мыло. Хотя бы мыло есть. Естественно, туалетной бумаги здесь нет. А, нет, здесь есть туалетная бумага. Ну, салфеток нет. Да, ребят, время здесь останавливается. На что обратил внимание при пересечении границы. Здесь заполняется листочек А4 напополам. Люди пишут свои данные. Можно писать все, что угодно. Фамилию, имя, номер телефона, какой-то адрес. Любой адрес. И, по идее, вы должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Но при этом вы нигде ничего не подписываете. И никакие обязательства на себя не возлагаете. Вот. То есть здесь как-то так более лояльно относятся ко всей этой ситуации. А вот в Европе наоборот. Нужно ходить обязательно в маске. В Польше штраф за то, что вы без маски. То есть мы сейчас в автобусе надели свои вот такие вот фирменные масочки польские. И на нас люди смотрят вот так вот с недоумением. Зачем вы это делаете? Кстати, вот наш автобус. И мы уже уезжаем. В общем, друзья, в принципе, готова инструкция, как выехать из Польши и обратно вернуться. Мы едем сейчас в Москву на несколько дней и возвращаемся обратно в Польшу. Дело в том, что по плану у меня было как минимум 3-5 предприятий, которые мы должны были открыть. В которые мы должны были попасть со съемочной группы. Но из-за коронавируса, из-за того, что поляки просто боятся кого-то пускать на предприятие, что мы туда попадем, все возразим. Компания остановится, станет банкротом, будут риски. В общем, очень сложно сейчас сделать видео на предприятиях и на заводах. Но Оксане вроде бы пообещали на следующей неделе. Я надеюсь, что все получится. К сожалению, друзья, вот можем снимать пока только клиентов, которые приезжают. Вот Варшава-Заходня. Ну и делать какие-то видео, которые нужны. Я думаю, это же полезно. Знать, как выехать из Польши через Беларусь в Россию, потом дальше в Кыргызстан к себе, в Казахстан или еще куда-то. Ну а для белорусов вообще все просто и удобно. И обратно вернуться в Польшу. Кстати, не обязательно проходить 10-дневную самоизоляцию в Польше. А вот наш автобус. Ну такой, достаточно удобный. Станция Новоясеневская. 5 утра, мы приехали. Ну отсюда уже можно ехать в аэропорт, а дальше в свою страну, если вы не из России. В принципе, недолго. Надеемся, что скоро запустятся авиаперелеты из Беларуси в Москву.